Здравствуйте, сегодня 19 января, открываемся сегодня негативно, я уже пробовал открывать шорт по РТС 158 860 Ну, какая идея, многие меня просят объяснять, почему я открываю позиции, давайте посмотрим Ну, во-первых, на индексе РТС, на мином интервале, цена подошла к своему очень важному сопротивлению Потенциал для открытия картных позиций очень высокий К тому же, с открытия цена вышла вот из этой базы Мы видим объемы, мы видим хлесткое движение вниз Внешний фон благоприятен для открытия коротких позиций, потому что фути с открытия упал Это уже говорит о негативных настроениях А S&P также немножко снижается Вот уже клиента спрашивают, сколько контрактов я открыл, ну, написал, что один контракт Вот цена сейчас подходит к нижней границе данного канала и начинает уже отбой То есть, в принципе, сейчас я закрыл позицию, в случае, если цена пробьет этот канал, я открою новую короткую позицию Если сейчас цена начнет развиваться вверх, то можно пробовать уже будет лонг Хотя в лонге мне сейчас почему-то лезть не хочется Более интересно, наверное, в лонг залазить, если цена пробьет этот уровень, верхнюю границу, это 160 тысяч пунктов Ну, посмотрим, пока еще не решил Возвращаемся в эфир Продолжается у нас коррекция, видим, что цена двигается в рамках нисходящего канала Американские рынки заваливаются А российский рубль начал слабеть по отношению к доллару, то есть доллар начал крепляться В общем, основная идея прежней Я буду пытаться шортить, пока цена находится ниже этого уровня сопротивления На графике здесь мы видим Вчера появилась разворотная формация, молот Видим на объеме, то есть это экстремум, вид экстремума Если мы закроемся вот в таком положении, либо ниже, то, возможно, на следующий день тенденция низ продолжится Сейчас на часовике цена подошла к нижней границе вот этого сходящего канала Итак, вновь мы в эфире Рынок снизился 150 тысяч пунктов Не было возможности у меня на этой неделе записывать видео, к сожалению Сейчас она находится на уровне поддержки 62% по ФИБО, вот от этого движения Пока мы не можем пробить это значение На американском рынке произошел пробой часового интервала Давайте посмотрим СНП 500 Видите, вот эта граница Был канал, и вот оно пробило Возможно, сейчас пойдет тест на уровень пробоя Это 1127 пунктов Мы в этом случае, наверное, скорее всего, восстановимся до уровня 155 тысяч пунктов Давайте посмотрим на Сбербанк Давайте уменьшим график Вот, смотрите На Сбербанке цена подошла к своему уровню сопротивления Видим, исходящий канал такой образовался И этот уровень сопротивления Он совпал с верхней границы исходящего канала То есть вот в этой точке идеально цена отбилась вниз Прошла довольно-таки существенными объемами Дальше Сбербанк Продолжение следует...